и снова здравствуйте друзья я думаю что все кто хотел уже пришел на школу для тех кто меня не знает еще но я думаю таких уже тут нет но на всякий случай те кто меня не знают они не добавляются почему-то ко мне в чате в скайпе и не знают что мы с николаем являемся спонсорами организаторами этой структуры и поэтому я первым делом когда захожу в комнату смотрю кто у меня сидит на занятиях кто сидит в комнате кто готов обучаться кто обучаем кто легкий на подъем и кого я могу видеть в роли ключевого человека это очень важно для любого лидера для любого организатора структурного бизнеса поэтому мы николай ольга лобановы спонсоры для многих из тех кто в комнате сидит но наверное здесь есть люди которые для которых мы не являемся спонсорами личными непосредственными но мы являемся какой-то мере ментальными спонсорами потому что к нам на школы ходят учиться много людей разных команд и разных компаний и в этом нет на самом деле ничего зазорного и плохого мы во первых любим делиться и делимся и никому не запрещаем приходить на наши школы это делает только честь не только нам лично но делает честь нашему бизнесу потому что любой бизнес под названием млм маркетинг это некая особая концепция если мы с вами как сетевики как организаторы бизнеса как млм щеки ведем себя правильно и адекватно к нам очень многое будет притягиваться в жизни то есть мы в такой вот индустрии с вами работаем все работаем и развиваемся и растем индустрии которая так и называется multilevel маркетинг и она определяет предопределяет определенные законы и правила игры и если их знать и не нарушать это только будет выгодно всем кто относится к индустрии и так друзья сегодня мы поговорим о командной игре о командной работе очень важная вещь и об эффективности в социальных сетях тоже очень важная вещь потому что как я вижу сегодня уже спустя месяц наших активных действий с николаем вижу и замечаю что многие так и не поняли что нужно делать в социальных сетях и их эффективность очень низкая ну и по ходу вы пожалуйста пишите свои вопросы которые у вас будут возникать а потом напишите их в чате чтобы яма мы могли с николаем на них ответить вот друзья значит и так мне очень важно кто сидит у меня на школе скажу сразу вам вот я всегда смотрю кто присутствует на школе кто присутствует на презентации потому что я по максимально посещаю все что проводится в рамках нашего проекта и даже те школы которые рекомендую вне рамок нашего проекта полезные школы я точно также смотрю кто присутствует для меня очень важно это показательно если человек обучаем что является главным составляющим успеха человек обучаем то есть он готов садиться за парту он готов осваивать это новые горизонты я понимаю что этот человек имеет шанс стать ключевым человеком кто такие ключевые люди в команде ключевые люди в любой команде млм бизнеса это те люди которые способны самостоятельно двигаться самостоятельно двигаться это прежде всего высокий уровень самомотивации то есть человек знает зачем он пришел в бизнес он понимает что его бизнес зависит только от него от его действий и от его напряжения и усилия такой человек способен решать проблемы с этой командой которая у него уже есть такой человек никогда не будет вносить какой-то диссонанс команду он наоборот будет как гасить все что любые вспышки которые негативные которые появляются то есть такой человек он намеренно играет роль очень позитивной личности даже если ему хочется кому-то щелкнуть по лбу потому что иногда хочется но в силу ответственности он ведет себя определенным образом то есть он позитивен он ответственен и он очень часто берет решение любых проблем которые возникают в команде чате при разговоре на презентации то есть он берет на себя он берет и начинает проявлять инициативу это очень важно и показательно для ключевого человека если он видит нет спонсоров да нет вышестоящих лидеров он берет на себя роль этого лидера и пытается расставлять например в чате или там если какие-то вопросы или какие-то тролли появляются на презентации то есть он берет ответственность свои руки начинает писать правильные вещи не спориться не ссориться правильные вещи писать поддержку спикера например если спикер ведет презентацию то есть он поступает определенным образом он берет на себя ответственность он считает себя лидером у него может не быть еще команды но он считает себя лидером и он ведет себя как лидер это и есть именно вот такой вот клише ключевого человека естественно у меня очень зоркая память и очень высокая чувствительность поэтому я ловлю и фотографирую любого человека которые по которой появляется у меня на горизонте которого я часто вижу в чате который задает мне часто вопросы который проявляет активность иногда может быть даже надоедливость и иногда хочется ну сказать ну ты заколебал уже своими вопросами простыми но с другой стороны я понимаю это этот человек активен он ищет он хочет знать и он движется и несмотря на какое-то мимолетное раздражение даже если кто-то почувствует это не обращайте на это внимание потому что я прекрасно понимаю что если человек стучит и ищет ему обязательно отворяют поэтому ничего страшного если там я сразу не ответила или может немножко жестковато ответила привыкайте к тому что я жесткий тренер жесткий спонсор николай мягкий спонсор поэтому иногда я бываю чуть чуть жестче но вы не обращайте особо внимание не обижайтесь при этом при всем я выдерживаю очень четко вот эти вот законы и правила игры ради того чтобы вся моя команда выиграла не кто-то один не где-то чтобы кому-то там амбиции подчисать подгладить нет а чтобы выиграла команда я командный игрок я командный лидер всегда в любом проекте где мы бы ни были мы командные игроки мы очень много работаем на команду поэтому мы чуть больше может быть знаем и имеем больше опыта нежели есть у многих из вас и будьте добры если вам что-то вам не нравится или вы что-то не понимаете вы можете напрямую обращаться к нам и спрашивать ольга что за дела почему вот так и так далее то есть вам все вы всегда получите ответ вы всегда на сто процентов получите нашу поддержку и вы всегда будете окормлены нашей энергии нашим вниманием и я вас никогда и никому не в обиду не дам нигде где бы вы ни были то есть в рамках нашей идеи в чьи бы чатах или кто бы вас там где не ущемил поверьте я тут как тут на коне верхом поэтому своих людей никогда никому в обиду не дам даже если кто-то из вас задают каких-то чатах вопросы я думаю уже многие из вас заметили это вот так что друзья командная игра это очень серьезная вещь и я вот заходя сюда на занятия я всегда смотрю кто присутствует у меня на школе кто регулярно ходит на занятия кто регулярно задает вопросы кто проявляет активность я слежу за этими людьми по структуре я захожу есть смотрю я очень тщетно анализирую вернее тщательно анализирую ваши движения и в автоматике и ваши дни я там не все могу видеть в автоматике а вот в самом проекте я могу видеть я захожу и вижу ваше движение и для меня очень показательно то что происходит под вами в каратбарсе то есть это показывает очень многое и как правило так и происходит те кто очень активные тут у меня на школах те кто очень активные переписки и в общении у них и структуры развиваются быстро то есть у них идет движение потому что они обучаем они понимают что они чего-то не понимают если нет движения поэтому они обучаем и многие из вас обучаемы но не все некоторые возмущаются пишут в чаты что у них что-то не получается но эти люди не посещают школы они не пересматривают школы в записи если нет возможности посещать и они до сих пор не вышли с нами на контакт то есть следите за тем чтобы ваши люди которых вы считаете ключевыми людьми не нужно мне конечно подряд всех кидать кто еще даже не понял куда он попал этих людей не нужно добавлять нам в личку но если вы видите что этот человек проплатился на пакет что у него серьезные намерения что он готов зарабатывать деньги двигаться и так далее ваша обязанность познакомить этого человека с нами по крайней мере скинуть нам контакт чтобы мы добавили его в личные контакты и чтобы и по крайней мере если не удается разговор сказать этому человеку что ты всегда можешь обращаться к лобановым всегда ты можешь написать ты можешь позвонить спросить любой вопрос чтобы люди понимали мы спонсоры сейчас конечно мы ну то есть мы еще можем сейчас очень много уделить внимание потому что структура не очень большая через полгода это будет уже очень трудно мы будем уделять внимание только первой линии только ключевым людям потому что будет много новичков но опять опять же друзья даже если если человек будет самой глубине но он будет нас доставать мы конечно же ему достанемся поэтому спонсоры достаются тем кто достает спонсорам не нужно этого стесняться даже если вам кажется неудобно Неудобно на потолке спать, а если вы пришли и вложили деньги, вам должно быть удобно задавать вопросы спонсору, чтобы ваш бизнес развивался. Поэтому ключевые люди – это важнейшая составляющая команды. И у вас в ваших командах должны быть ключевые люди, вы должны их чувствовать, видеть. Вы должны их искать, вы должны быть в поиске ключевых людей, на кого вы можете опереться и кто может вас заменить, если вдруг вас не станет на какой-то период времени. Вы знаете, что вас нет в интернете, но есть, например, у меня ключевые люди, я знаю, что они не допустят никакой фигни, например, в чате, и они сразу же загасят любой пожар и любой негатив. Они тут же, как тут, придут на помощь и сделают все достаточно правильно. Поэтому ваша задача – найти ключевых людей в этом бизнесе, найти и помочь им вырасти этим ключевым людям, выкормить их буквально. И так в каждой организации, в каждой вашей структуре, даже если у вас еще их мало, вы должны знать не только в лицо своих ключевых людей, вы должны чувствовать, чем дышат эти люди, чем они живут, какое у них положение вещей, финансовое, семейное. Это очень важно. Вы должны знать, какие у вас семейные отношения. Поэтому вам нужно задавать вопросы вашим ключевым людям, как в семье, как с финансами, какие намерения у человека на бизнес. Я иногда прямо звоню и говорю, я хочу с тобой поговорить, я хочу понять, что ты собой представляешь, чем ты дышишь, чем ты дышишь, каким образом я могу тебе помочь. То есть мне вот это очень важно. И вам это должно быть важно, потому что бизнес, наш MLM бизнес, он строится только на командной игре. Я вижу в этом бизнесе людей, которые, вот те люди, которые вошли первые в Caratbars, например. И так бывает в любом проекте, они заходят первые. То есть вот у них такая задача, их задача зайти первыми в любой проект. И вот они там, их десяток какой-то, они бегают по проектам, они зарабатывают, и много вначале зарабатывают, потому что такие не бегальщики они не занимаются, они не ходят на занятия, они не занимаются обучением структур, им не нужна никакая структура. У них нет структуры. Они являются вот этими вот посредниками, которые привлекают таких, как мы с Николаем, лидеров, сетевиков. Вот они таких привлекли, их задача привлечь, да, они зарабатывают, потому что они в одну ногу привлекли, в другую привлекли. Но не занимаются обучением структуры, но не болеют за свою команду и ничего не делают для того, чтобы обучать эту команду и окармливать. Ну, спасибо им даже за то, что они им дали информацию. На них опираться нет смысла, потому что они большинство, то есть они много чего не знают. Они не изучают досконально. Главное, они получили свои деньги, и деньги капают им на кошелек. Все. Для них не существует командной игры. Они не командные игроки. Они мне звонят, например, и говорят, вот еще один хороший проект, вот еще один хороший проект. На следующий день звонят, говорят, вот еще один хороший проект. Мы все командой идем. И вот я задаю вопрос, а какой командой вы идете, что у вас за команда? Ну, вот там их 5-6 человек, они командой, этой командой они ходят. То есть они не знают никогда, что происходит у них в глубине. Они не болеют за развитие структуры. Ну, у них другая задача. И вам, вы должны это понимать, что если у вас там, у вас такой именно спонсор, вы видите, что вот он не бдит за свою команду, ну, ищите вышестоящего спонсора, который чуть выше. Найдите по аплайн-линии того, кто болеет за развитие команды, кто занимается обучением, кто проводит презентации. Как правило, такие люди, они всегда находятся... И сейчас прошу прощения. Они всегда находятся во главе, скажем, этого корабля. То есть они проводят презентации на всю компанию. Они берутся на себя проводить как спикеры разные школы. То есть они понимают, что от вот этого вот общего дела выиграют все. Поэтому я к чему об этом говорю? Я говорю об этом, потому что каждый из вас, если вы хотите иметь огромную команду, и огромную организацию должен дублицировать именно вот эти ценности, вот эти качества, о которых я сейчас говорю. Дублицировать, повторять и действовать именно так по отношению к своей команде. И поступать именно так, чтобы люди чувствовали, что вы спонсор. Вы чего-то не знаете? Узнайте. Каждый из вас может собрать свою команду в том же звуковом чате, например, в скайпе. Для тех, у кого уже большие команды, мы с радостью поделимся своей комнатой вот этой. Нам абсолютно не жалко. И вот завтра уже для своей команды и для тех, кто хочет послушать, как работает человек на холодном рынке, как она привлекла большое уже количество людей, ее фишки секретные, ее таланты внутренние, она будет проводить точно так же в этой нашей комнате в 16.00 по Москве будет проводить первую свою дебютную школу. Я представляю, как ей сегодня будет спаться, но, как говорится, первый раз когда-то бывает у всех. Имя этого нашего ключевого человека известно многим из вас, и мы ставим действительно большую ставку на нее, как на ключевого человека, потому что это уже видно, и мы не по одному про это ее знаем. Это наш партнер Евгения Алпатова-Хабаровская. Вот она завтра уже начинает проводить свои школы, и я вам рекомендую обязательно посещать ее занятия. У нее просто еще нет такого опыта большого, но это всего лишь 3-4 раза она проведет, и она уже себя почувствует в роли спикера. У нее громадный опыт, и у нее есть что сказать. И она как раз будет завтра рассказывать конкретно о том, как она приглашает людей в соцсетях, потому что у нее это получается очень эффективно. И у нее есть большая команда, и она работает индивидуально с людьми, поэтому, друзья, завтра в 16.00 по Москве обучающую школу для своей команды и для всей команды Лобановых проводит Евгения Алпатова. Вот это будет в чате, будет уведомление, приходите, слушайте, задавайте Жене вопросы. Ваши вопросы помогут ей расти, становиться спикером, потому что лидером она уже является, а спикером это чисто навыки, именно вести школы для всех. Это навыки, которые приходят очень быстро. Поэтому я очень хочу, очень верю, надеюсь, что среди многих из вас сидящих тут я смогу найти достойных спикеров, не только лидеров, которые будут проводить занятия для своей команды и постепенно для всей структуры нашей и для всей команды Карат Барса. Потому что я знаю, что у многих есть много талантов, и они могут это делать. И тут дело всего лишь тренировки. несколько раз и все, и все будет окей. Вот, друзья, дубликация в командной работе это самая важная вещь. Если вы видите, что ваш спонсор это тот человек, которого вы хотите дублицировать, делайте это. Но вам нужно определиться, действительно ли вы хотели бы повторять действия ваших спонсоров, потому что это важно. Спонсору нужно верить, а спонсоре, как, извините, о мертвеце, или хорошо, или ничего. Вот так вот. Не потому, что спонсоры святые люди, нет, а потому, что ваши люди будут вас дублицировать, и они обязательно услышат что-то от вас и точно так же будут поступать. Это, знаете, как в семье. Есть хороший постулат, закон семьи. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Он именно учится тому, как ведет себя мать с отцом. Не то, что они там воспитывают не их методы воспитания детей, а именно их модель жизни. И вот ребенок это повторяет. Он дублицирует на подсознательном уровне. То же самое происходит и в сетевых структурах. То же самое происходит и в командах. Если в команде нет командной игры, нет командных игроков, если нет тех, кто управляет этим процессом, а так происходит какое-то стихийное действие, стихийное движение, хаотичное, броуновское такое движение. Все бегают кто куда не попадя, кто в лес, кто по дрова, кто за дровами. И каждый придумывает, как этот бизнес делать, вот как ему кажется. Вот ему так кажется, он делает, а потом говорит, что же за фигня, бизнес-то не строится. И я обычно задаю вопрос, а ты уже создавал структуру хотя бы из ста человек? Или может быть из тысячи человек? То есть был у тебя опыт создания организации? Нет. Почему тогда ты не слушаешь того, у кого был этот опыт? Кто создавал структуры в сто человек, в тысячу человек, в двадцать тысяч человек? Наверняка, если человек создавал такую структуру, у него есть опыт, он знает, как это делать. Правда же? А если знает, он учит этому же свою команду. Поэтому, если вы не хотите посещать школы, ну, у вас не получается, смотрите их в записи. Но если вы игнорируете и записи, которые мы постоянно помещаем в чате, я тогда не гарантирую, что у вас получится. Скорее всего, у вас не получится, вы уйдете из этого проекта, как из предыдущих уходили. Командная игра раз, высокий уровень обучаемости два. И порой нужно засунуть свой опыт куда-то подальше и послушать тех, у кого получается, как они это делают, и задать вопрос, как ты это делаешь. Поэтому, друзья, я не буду сегодня повторяться и давать те скрипты, которые я даю на каждом вебинаре. Целая запись, целая шкатулка, архив записей уже наших школ, которые мы за этот месяц провели, их уже очень много. Николай постоянно их выкладывает в чате. И вам нужно посмотреть и найти и взять для себя на вооружение то, что на ваш взгляд кажется вам подходящим. Вот, друзья, поэтому запомните одну важную вещь. Раз вы в нашей команде, значит, вы находитесь в команде, где тех лидеров, для которых командная игра это святое. Святое. Только тогда эта команда будет двигаться и обрастать как снежный ком новыми партнерами, когда мы будем вместе вибрировать на одной частоте. Когда вы будете в курсе всего, что происходит в команде, когда вы будете чувствовать энергетику команды, когда вы будете знать в лицо своих спонсоров и своих ключевых людей, и когда вы будете жить по одному главному, самому главному принципу, с принципу здоровой команды и здорового организма. Самый главный принцип здорового организма прост. Здоровая клетка в нашем организме отдает 80% своих полезных ресурсов для всего организма. и только 20% оставляет себе энергии, полезных веществ, 80% она выбрасывает во внутриклеточное пространство, чтобы все другие клетки, чтобы целостный организм получал эту пользу. И только 20% оставляет себе. Этого достаточно, чтобы клетка функционировала как здоровая клетка. Но некоторые клетки решили, что многое очень отдавать 80%. А ну-ка оставлю я в себе 30%, а отдам только 70%. Что это я буду с людьми морочиться, нянчиться, они вообще ничего там тупые, ничего не понимают, не хотят ничего знать и вообще чайники в интернете, не буду я с ними общаться. А ну-ка оставлю на завтра уже 40% себе оставлю. Потом 50%, потом 60%. Что это я буду рассказывать, что это я буду перед ними там прогибаться? Мне ничем заниматься что ли? И как только клетка поворачивает, поворачиваются весы в обратную сторону, как только клетка в организме, я вам как аналогию привожу, клетка в организме оставляет 80% полезных веществ в себе, а отдает только 20% в окружающее пространство, именно в этот момент она превращается в раковую клетку. И она начинает делиться очень быстро. Почему раковые опухоли быстро растут? Потому что раковая клетка оставляет себе 80% ресурса. Это, конечно, метафора, определенная метафора, но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. И она поэтому все, то есть у нее очень много ресурса, потенциала, она начинает делиться быстро. И потом так же быстро она убивает весь организм. И точно такая же аналогию можно привести и на наш бизнес, и на любую организацию, на любую социальную срезу, в котором мы живем, на любое общество. Если в обществе функционируют раковые клетки, для которых общее благо не важно, а важен только собственный карман, посмотрите, что происходит в этом обществе. Почему не нужно далеко ходить, мы живем в этом мире. И мы это все видим. Точно так же это происходит и в нашем бизнесе. Поэтому, если мы хотим что-либо получить в этом бизнесе, а что мы хотим получить? Мы хотим получить команду, мы хотим получить доход, мы хотим получить пассивный доход, остаточный доход, мы хотим деньги получить, признание, уважение, но при этом не готовы отдавать. Мы ничего не отдаем никому, мы никуда ничего не вкладываем. Мы ждем, мы купили пакет и ждем что-то. То есть мы не готовы вкладывать в других людей. Мы не готовы вкладываться вообще. Но мы уже хотим иметь. Мы не хотим отдавать, но хотим иметь. И вот этот вот закон не сработает. Если у них нет потребности отдавать, потребность иметь не будет иметь никакого смысла. То есть ее не будет. Вы не сможете иметь то, что хотите, если вы не научились отдавать. Служить единому организму, команде. Даже такие мелочная такая вещь, как, например, социальные сети. И я вот к ней сейчас плавно перейду. То есть почему у некоторых получается в социальной сети, а у некоторых нет? Ничего. Говорит, ничего не работает в социальной сети. Я захожу, а у человека 30 человек в друзьях. Что может получиться? Что может получиться? Мне еще 10 минут дают. Что может получиться у человека? Кого он может привлечь, если у него в друзьях 30 человек? И он, этот человек, может быть, это даже вы на этом месте, вы занимаетесь тем, что вы сразу людям предлагаете. Предлагаете стать партнером, предлагаете подписаться на автоматик, предлагаете прийти на презентацию, но вы ничего этим людям в соцсети не дали. Вы им ничего не предложили. Вы не стали эффективным в соцсети. Вы никто. У вас 30-50 человек, и вы уже запуляли всех по самое некуда этими ссылками, что от вас уже всем тошнит. Что вы людям дали? Ссылки кинули, чтобы подписать человека, и чтобы он подписался у вас, чтобы получить, заполучить партнера? Не будет это работать. Люди будут к вам соответствующим образом относиться. От вас будет тошнить другим людям, потому что вы будете слыть кидальщикам вот этих ссылок, человеком, который работает очень грубо, примитивно и неэффективно. Что же нужно делать, чтобы быть эффективным в соцсети? Во-первых, ваша соцсеть должна быть очень красивой. Она должна быть очень щедрой, информативной и яркой. В ней должно быть много друзей. Вот вы сами зайдите к кому-нибудь из людей и посмотрите, как на вас влияет количество друзей у этого человека. Вы видите, если у него много друзей, это очень показательно. Если вы видите очень яркие, красивые фотографии его личные, это очень притягательно. Вам очень хочется смотреть, какую жизнь проводит этот человек, как он живет, что он собой представляет. Это одно. Другое, если этот человек заботится о своих друзьях, каким образом? Он постоянно помещает очень интересные статьи, видео, фотографии, ценные какие-то постулаты, какие-то полезности, какие-то, то есть он занимается тем, что у него на страничке всегда можно почерпнуть что-то интересное, полезное. И к вам сами люди потянутся, сами. Им будет интересно у вас на страничке. Вы настолько будете многогранны. Вот я, например, занимаюсь тем, что я нахожусь вот в некоторых группах очень интересных, познавательных. Я вот оттуда беру много информации, красивых фотографий, каких-то полезностей, помещаю себя на страничках. И люди начинают кликать, они начинают делать перепост моих статей, моих видео, моих фотографий, потому что это полезно, это интересно, это красочно и притягательно. И я параллельно занимаюсь хулиганским маркетингом. Хулиганин. Таким образом, я просто возле этих видео и этих текстов, не возле каждого, чтобы не тошнило вашим друзьям, а периодически помещаю, например, свою ссылку на подписной лист на приглашение на презентацию. Она у нас очень красивая на Caratbars автоматике. Мы можем приглашать людей именно на то, чтобы они посетили презентацию. И я помещаю эту ссылочку, не открывая ее, только одну ссылочку помещаю. То есть там можно ее открыть, а можно закрыть. И просто помещаю перед текстом или перед каким-то постулатом интересным, или фотографией, или видео помещаю. Или же, например, ссылку на подписную страницу Caratbars автоматика тоже помещаю. И люди, они в основе своей не искушены. Они не понимают, что когда они делают перепост, то они делают перепост вместе с вашей ссылочкой. Они делятся этим перепостом и пошел вирус по всем друзьям. В хорошем смысле вирус. То есть это и есть хулиганин. Забрал, перепостил, потому что я дала что-то интересное у себя на страничке. Но перепостил вместе с моей ссылкой. Все, и оно пошло гулять. И кто-то нет, 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 да и кликнет по этой ссылочке. Да, тут выход может быть не очень высокий, но извините, я таким образом каждый день подписываю людей себе на автоматик. Каждый день. У меня есть несколько человек. Именно таким образом. Потому что люди кликают, людям интересно, кто такая Лобанова и что это у нее такие классные тут ролики, классные фотографии, полезности всякие, притом регулярно. И люди уже меня воспринимают так, что вот что-то интересное у меня всегда на страничке есть. Но это работа, понимаете? Я сажусь и работаю, я выискиваю это все и помещаю. И те, кто это понимают, те меня повторяют. Мои партнеры, я вижу, у меня на фейсбуке, они меня в точности повторяют. Правильно делают. Они повторяют, они делают, дублицируют меня. Правильно делают. И у них точно так же строятся люди, приходят. Пусть вначале на бесплатную регистрацию. Сегодня Николай вчера закончил ролик. Сегодня он вам даст. Что делать? Конкретный алгоритм. Он сделал видеоролик. Что делать с теми, кто уже подписался у вас на автоматике? Вы возьмете себе на вооружение. Таким вот образом мы просто становимся эффективными в соцсетях. Мы интересны людям. Не тем интересны, что мы кидаем ссылки, а тем, что мы людям даем полезности. Ведь это, поймите, это ведь требует времени. Понимаете? Когда мы выискиваем что-то интересное, выделяем что-то ценное и делимся с друзьями. Мы даем людям некие полезные, ценные моменты. Или просто полюбоваться фотографией и так далее. Но это мы даем людям. Даем. Это и есть момент отдачи, которую мы совершаем. И оно может не принести вначале никакого плода, но потом принесет. Вы будете слыть интересным другом в соцсетях. Вы делаете какие-то уникальные свои фотки, свои снимочки. Помещайте. Не помещайте вы фотографию с паспорта. Ё-моё. Кому интересен вот это каменное лицо с паспорта? Делайте себя естественным. Помещайте каждый день какие-то фотографии. Пойдите, сделайте на телефон. Поместите себя где-то в бурьянах, в речке, на огороде, на даче, с миской клубники, с ребенком. То есть вот это вот привлекает. Вот это вот жизненно. Вот это создает доверие, которое нам нужно создать в соцсетях. Люди начинают нам доверять, потому что они видят, что мы обыкновенные. С такими же грехами, погрешностями и с такими же жировыми складками. Извините за выражение, женщины меня поймут. Когда мы фотографируемся в купальниках. Вот у нас там лишнее что-то. Вот все видят, так у меня такое же лишнее. Вот смотри, она не боится себя показать. Улыбается во весь род, такая счастливая, жирная, но счастливая. Классно! И совсем радуется жизнь. И я такая. И это уже притягательно. И это уже создает доверие. Я хочу с ней дружить. Потому что она не прячется за чужие фотографии. Она не прячется за какие-то фотомодели. Она себя показала совсем целлюлитом, с улыбкой на лице и с лохмаченными волосами. И улыбается, и говорит, иди ко мне, друзья, я такая же, как ты. Вот это то, что предполагает доверительное отношение в соцсетях. Вот это то, что привлекает людей. И делает их постепенно вашими друзьями. Вот это то, с чего нужно начинать в соцсетях. И каждый день добавлять, добавлять, добавлять друзей. И человек заходит к нам на страничку, да, вы ему предложили дружбу, заходит, а там сидит нечто. Или вообще этот, или сидит с паспорта что-то, или цветочек какой-то. Человек посмотрел, что я буду к нему добавляться. Что это за лопух какой-то или этот, посол на фотографии. Кто это такой, что это такое. Чего это я с ним буду дрожить. Но когда там во весь рот улыбающееся лицо, когда там классный статус, привлекательный статус, все человек думает, что не подружить. Смотри у него, как интересно на странице. И вот это и есть эффективность в соцсетях. И поэтому у кого нет друзей в жизни, кто растерял своих друзей, начните их создавать в социальных сетях. Начните быть эффективным, полезным, интересным для других людей. И люди к вам сами подтянутся, сами. Начнут сами вам предлагать, а вы только того и ждали. Предлагают вам? Супер! Соглашайтесь навстречу в скайпе. Так и говорите. Я согласен. Пошли в скайп поговорим. И начинайте отрабатывать свои психологические таланты. Пока вы не умеете выводить человека на скайп, не видать вам этого бизнеса и высоких доходов в этом бизнесе. Да, страшно. Да, немного, так сказать, ну ничего страшного. Все всегда бывает впервые. И это тоже нужно делать. Поэтому, если вы думаете, что вы отсидитесь за какими-то сайтами, за какими-то открытками, за какими-то одностраничниками и при этом не будете показывать себя нигде, люди не будут вам доверять. Они не будут идти за вами просто. Поэтому вам нужно обязательно показывать то, что вы живой человек, реально существующий человек и вы готовы с каждым пообщаться в скайпе. Это очень ценно. Это очень важно. Сейчас вот я пока раздаю ссылочки, ну вот добавляю, скажем, ссылочки. Группы ведь, да, и группы. Вы же понимаете, что такое группу создать и добавлять в группу. Я только об этом и говорю. У вас должна быть хотя бы одна группа, куда вы будете добавлять друзей своих. Но вначале вы их добавляете на страничку, а потом в группу. И в группе вы можете это все помещать. И у себя на вас на ленте помещать. Все, что хотите. Чем больше вы этого помещаете, тем лучше. Ну, специалисты говорят, что минимум 3 постав в день, максимум 20. То есть не нужно больше 20. Я думаю, что даже нет смысла. То есть 10 это вот полностью хватит. Ну, определенной очередности на протяжении дня, когда у вас получается. Но это уже будет привлекать к вам людей. Поэтому, друзья, начните использовать ссылки. То есть вот сейчас те, что приглашать на презентацию. Вот таким вот образом, как я рассказала. Сейчас появится еще у нас одностраничник сайт захвата для розгрыша золота. Они доделывают будет. То есть у нас уже две есть странички. Вернее, даже три. Первая страничка на автоматик. Мы даем ссылочку. Вторая страничка на приглашение на презентацию. И третья страничка, которую Николай сделал многим из вас. Такая вот те, кто на платных аккаунтах. Они имеют эти странички очень красивые сайты захвата, которые вот нужно давать. Но опять же, некоторые говорят, у меня проблема с трафиком. Поэтому проблема. Потому что у тебя проблема в соцсетях. Ты в соцсетях никто. Синий чулок какой-то. Ты никто. Ты не видна твою личность. Ты не представляешь интереса никакого. У тебя нет друзей. У тебя нет группы. А это как раз та подписная база, которая у вас накапливается. Которую вы будете предлагать вот эти одностраничники вместе с какими-то интересными фишками, там, видео, фото и так далее. И ведь это, мне кажется, это насколько просто. Я не могу понять, почему у некоторых это не получается. То есть теперь я вот, как бы, заходя на страницу, я понимаю, почему не получается. Человек не заботится о том, что происходит на странице. Он не представляет никакого интереса для людей. Поэтому не получается. Поэтому люди не идут. Есть интерес к вам, люди пойдут. Вот. Так. А теперь у нас есть вопросы. Сейчас Николай еще добавит и на вопросы ответит. Да. Добрый день, друзья. Рад вас видеть. Надеюсь, вы рады слышать. Ну вот тут вопрос, например, Анатолия Гладкова. Где узнать, как надо перемещать партнера в конкретное место в структуре? Анатолий, я предлагаю вам ввести этот вопрос в Ютьюбе. Например, как строить структуру Cardbars. И вы попадете на мое видео. Если вы его не видели, это вдвойне плохо. Вы не смотрите то, что мы в чат сбрасываем. И поэтому даже не видели, что там в этом видео есть. Смотрите. К сожалению, я не слышал, что говорила Оля. Но вот сейчас у нас здесь 33 человека. Поставьте плюсики, кто меня слышит, чтобы я понял, сколько здесь живых из этих 33. Спасибо. Практически все живые. Теперь давайте посмотрим. Поставьте плюсики, у кого есть канал на Ютьюбе. Не, поставьте пятерочки. Пятерочки, у кого есть канал на Ютьюбе. Примерно третья часть. Около 10, 10, 11, может быть 12 человек. В принципе, это уже неплохо, да? А теперь поставьте единички. Кто записал хотя бы парочку личных видео своих, где вы видны, где видно ваши глаза, где видно ваши уши, где видно ваше лицо. Поставьте единички. Вот они. Замечательно. Так, вот Зина Галлингер. Одна единичка. И, наверное, все. И это обычная привычная статистика. 1 из 33. То есть, 3 из 100. Теперь смотрите, что происходит. В интернете сегодня тысячи, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч сетевиков. И десятки, сотни тысяч компаний. Например, вот только что мне кто-то в скайпе прислал очередной очередной, вот там, посмотрите, это супер, это классно, это здорово. И ссылки. И я даже не кликаю. Я вижу лицо человека, оно никакое, взятое из паспорта. Я вижу, что если я ему позвоню, вернее, ей позвоню, она даже забоится взять, то есть, нажать на трубочку, чтобы поговорить. Почему? Она сетевик и она боится диалога. И все. А в нашем бизнесе люди идут не на компанию, не на продукт. Люди идут на людей. И ваши партнеры придут на вас, а не на Caratbars. И только тогда, когда вы себя начнете позиционировать, показывать, говорить, вот я живой человек. И я пришел в Caratbars, потому что я вот 10 лет уже там-то, 15 там-то, и ничего не получилось. А здесь я надеюсь. Но вы себя покажете. Люди будут вестись на вашу, не только информацию, а на то, как вы говорите, как вы говорите. То есть, на невербальную информацию. Вербальной сегодня достаточно. Можно включить сколько угодно. А вот невербальной, посмотреть на людей. Я вчера, например, там смотрел новая там сетевая компания. Я посмотрел тех, кто позиционирует себя как лидер. И я бы за ними не пошел. Они не лидеры. Они ведут себя перед камерой как не лидеры. Все. Мне все равно, как называется компания. Но если я вижу, что это не лидер, для меня это главный вывод. Я за этим человеком не пойду. А вы хотите, чтобы шли за вами, если у вас безликие совершенно в Фейсбуке, ВКонтакте, Ютюбе. Покажите себя. Вы суперчеловек. Вы единственный в мире человек. Такого человека нет. И если вы боитесь выступать перед камерой, то именно это вам нужно делать. Вам нужно каждый день ставить новый ролик на Ютюбе. Как его сделать? Включаете веб-камеру, заходите на Ютюб, кликаете. Там есть функция запись. Прямо с Ютюба. Вам не надо никаких программ. Берете и записываете себя. Свои мысли, свои слова. Свои результаты. Вот пишем там. Классно, получили карту. Женя, вот такой ролик нужно сделать. Классно, получила карту. Вот карта, вот золото. Вот я молодец. И вообще каратбарс лучше. И этот ролик в Ютюбе. И отбой они будут от людей. И они придут на вас. Потому что они видят живого человека, а не робота, который заправляет во все соцсети что-то, кроме себя. То есть вот это мое главное к вам послание. Себя показывайте. И только показывая себя, вы будете в этом отношении расти. Да, первый раз будет не очень может быть красиво. И не очень хорошо. Но потом лучше. Следующий лучше. А через 10, 20, 50 раз вы будете уже суперзвездой. И будете себе нравиться, когда вы выступаете перед камерой. Через это проходили все, даже известнейшие кинозвезды. Первые пробы у всех плохие. Но люди идут за людьми. Вот сделайте себе, выжгите себе в мозгу, что люди идут за людьми. За вами пойдут люди. Не за каратбарсом. Да, хорошо. Они могут пойти за Николаем Лобановым, Ольгой Лобановой и попасть в вашу структуру. Это хорошо. Но чтобы люди шли за вами, в вашу команду, вам нужно себя позиционировать. Это самое главное. И все то, что Ольга рассказывает, пожалуйста, берите. Не прячься вообще за соцсети. Вы должны в соцсетях показывать и себя в том числе. То есть если вы будете показывать себя, у вас обязательно все получится. Если вы просто будете посты кидать, то это тоже ни к чему не приведет. Ваша задача пытаться выйти на людей. Вот у вас у каждого есть скайп. И в скайпе есть наверняка сотни людей, с которыми вы еще не общались. Именно в вашем скайпе сотни людей, с которыми вы не общались. А вы ищите. Вот сегодня меня просто вывело из себя то, что у нас сегодня там в чате было написано. Вот там уже месяц почти бьюсь, 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 создала сайт второй, третий ни одного партнера. Как это ни одного партнера? Я не понимаю. Это говорит только об одном. У вас не было ни одного диалога с живым человеком. То есть вы, как живой человек, себя не показали. Вы сделали сайт, вы сделали группу, сделали страничку ВКонтакте. Но у вас ни одного диалога не было. Вот если бы мы с Ольгой не вещали в комнате, не показывали себя, не было канала на Ютубе, не было бы наших блогов, где мы себя показываем, свои тренинги, вебинары, свое мнение высказываем. У нас тоже не было бы бизнеса. Тем и хорош интернет, что мы можем отличаться от большого количества людей. Они просто юзеры, они просто пользователи. Они приходят, смотрят и пытаются взять. А мы пытаемся отдать. И если вы будете пытаться так же отдавать, как и мы, у вас точно будет такой же мощный, серьезный бизнес. И люди будут сами на вас выходить. Только что вот там американец вышел на меня, что-то хочет предложить. Я говорю, у меня сейчас нет желания выслушивать другой проект. Он 100% в своем проекте. Но он же как-то вышел на меня. Он говорит, я вижу, что вы и там, и там, и там, и еще и блог и так далее. Я хочу с вами пообщаться. Я это понимаю, зачем. Он хочет мне что-то предложить. Но он останется в друзьях. И может быть, через полгода мы с ним свяжемся. И я ему покажу, что он в том проекте, где он сейчас, скорее всего, не преуспел. А я ему предложу наш проект. То есть, понимаете, люди сами будут на вас выходить. И идти на вас. Люди в нашем бизнесе. Все. На этом заканчиваем. Свет исчез. А у нас свет это интернет. Поэтому всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok